да приветствую вас дорогие друзья меня зовут ксения шамова каждую неделю я знакомлю вас с современными книгами в программе да вместе с авторами изданий бизнесменами общественными деятелями и интересными людьми которые любят читать во втором сезоне моей программы я представляла книгу о которой мы сегодня поговорим и вы дорогие слушатели можете послушать этот подкаст в официальной группе в соцсетях а называется он как перестать ждать счастья и стать счастливым сегодня и сегодня стало возможно встретиться и поговорить с автором книги лично представляю веру лихачёву бизнес-тренера по продажам и сервису автора книги счастье на завтрак терапия для души книга для тех кто любит задавать вопросы и находить ответы рекомендованный возраст 16 плюс вера привет добрый день очень рада тебя видеть в студии вообще обычно всегда в конце интервью бывает такое что автора просят прочитать что-то из его книги но мне хочется это сделать уже сейчас чтобы вот настроить слушателей наших на ритм счастья на завтрак какие как скажешь хозяйка так как в книге представлено 40 рассказов каждый читатель может выбрать для себя то что отзывается в данный момент потому что что такое счастье это то что мы переживаем каждый день это не надо думать что вот оно там солнце светит все счастливо любовь счастье все супер то есть счастье но подразумевает разные эмоции поэтому рассказ который я сейчас прочитаю называется люди и вещи иногда вещи говорят хватит разлюби меня отпусти для этого они сильно пачкаются рвутся выходят из моды иногда мы храним их до последнего можем не пользоваться не носить но хранить вместе с воспоминаниями оставляем их чтобы вытирать пыль бросать под ноги затирать затыкать только не радоваться их истинному назначению при этом всегда есть люди которым эта вещь просто необходима чтобы согреться чтобы радоваться чтобы наслаждаться чтобы любить люди как вещи есть время вместе радоваться дружить любить и время расставаться отношения по единой молью нужно отпускать конечно можно и заштопать как известно где тонко там не рвется спасибо большое вера как ты находишь и подмечаешь такие простые вещи и складываешь их в рифму какой прекрасный вопрос ксения на который у меня нет ответа потому что эта книга писалась так называемом альфа состоянии когда ты не думаешь о чем ты сейчас напишешь но тебя это может застать там в любой момент иногда реально перед сном иногда только проснулась среди ночи или многие рассказы были написаны когда я ехала в метро в москве и ты ничего не можешь сделать у тебя только выбор проехать остановку потому что ты сейчас пишешь или выйти и вот прямо сейчас дописать или идешь просто по улице и это пришло это надо записать у меня больше трехсот рассказов в книге издано 40 поэтому у меня действительно нет ответа потому что наверное у каждого человека есть такое что ты делаешь потому что ты не можешь это не делать вот так и с этой книгой мне повезло у меня на в электронном варианте есть еще в печатном варианте и вот сейчас узнаю что 300 рассказов значит мне как читателю хочется верить что будет и второй и третий выпуск я бы тоже хотела чтобы эта книга была максимально полноценная потому что очень хорошие глубокие трогательные душевные отзывы получены от книги кто-то ревет кто-то говорит мне обязательно нужно ее в печатном виде чтобы когда у меня ребенок подрос взял с и прочитал я очень благодарна всем своим читателям и почитателям которые делились действительно искренними своими переживаниями там есть очень такие мощные рассказы и мужчины отмечают одни женщины другие в одно время одно в другое другое то есть там всегда можно что-то найти для себя поэтому да я бы хотела единственное здесь тоже такой момент одно дело написать книгу другое дело издать книгу и если с процессом написания книги я никак не могу его притормозить я это делаю потому что это делается и делаю на протяжении уже многих лет а издательство это же совершенно другой труд здесь ну супер наверное когда есть издательство заинтересовано изначально в авторе и совершенно другое просто восхищаясь всеми кто принял решение я издаю свою книгу и ее издал вот я еще пока не дошла до этого пути у меня пока это больше творчества и самореализации сказал человек который на самом деле издал книгу здесь вопрос только продолжение ну вот еще раз перечитывая книгу к сегодняшнему эфиру у меня ощущение было что хоть хочется услышать и в аудио версии уже классный вариант спасибо ксения ты видела людей счастливых и насколько быть счастливым просто я очень надеюсь что каждый человек ощущал себя счастливым и видел себя счастливым и но опять же повторюсь единственное не нужно думать что счастье это перманентное состояние перманентное состояние это проживание каждого дня своих эмоций своих чувств и ощущений и на самом деле это и есть счастье потому что банально но жизнь это самый главный подарок который есть у нас а вопрос насколько мы счастливы в ощущениях это уже каждому лично и опять же определение счастья достаточно много для меня счастье это душевная гармония и плюс вот это ощущение вдохновения когда хочется летать парить но ведь если просто есть душевная гармония да уже замечательно уже супер а мы часто счастье а воспринимаем как гораздо большее что вот это какие-то особые секунды жизни но ведь в жизни гораздо больше времени чем просто секунды поэтому вопрос уметь радоваться наслаждаться это опять же вопрос личной ответственности не всегда получается но всегда есть возможность быть счастливыми и один из рассказов как раз про это у тебя есть насчет люди подарки я не могу тоже не цитировать потому что вообще вся книга и и действительно хочется цитировать люди подарки смело скажу это примерно где-то страница 16 они могут прийти на минуту час день год а если особо посчастливиться то и на всю жизнь бывает что они исчезают и человек начинает терять ориентиры с помощью людей ты начинаешь понимать что ты переходишь на другой уровень счастья такого внутреннего внешнего или это все-таки будет исключительно только от самого себя зависеть здесь есть такая ловушка когда мы начинаем опять же себя сравнивать не с собой да как нас уже давно научились со своими прежними каким-то достижениями или со своими планами на будущее сравниваем с другими людьми вот здесь вот главное не попасть в эту ловушку которая сейчас очень популярной в соцсетях у тебя есть твоя жизнь но окей кто-то сейчас там уехал в нью-йорк кто-то в париж ты где ты здесь в этом мире все прекрасно радуйся тому что есть люди подарки это к тому что приходят действительно в жизнь такие люди которые освещают твою жизнь твой путь не имеет значения на какой период они пришли мы же всегда стараемся удержать то что нам дорого то что нам любима а на самом деле то что дорого это я прежде всего то что любима это не не что а кто это я и здесь вопрос что мне нужно сделать чтобы быть лучше и счастливее о вот это солнышко зашло в мою жизнь супер осветил на секунду спасибо благодарю ты со мной там на протяжении нескольких лет люблю благодарю поэтому здесь вопрос кем ты себя окружаешь и осознаешь ли ты как тебе везет с теми людьми которые делают тебя ярче счастливее красивее с которым действительно хочется еще больше радоваться жизни у нас в программе есть традиции тот кто был в прошлый раз он задает вопрос сегодняшнему гостю и вопрос от елена данилович звучал так что для вас самое важное главное в жизни так как меня зовут вера мне очень легко ответить на этот вопрос это вера сохранять веру быть верной своей вере и вот это да у кого уже что входит в понятие веры кто-то верит в бога кто-то верит в удачу кто-то верит в себя это у каждого свое вот когда человек теряет веру тогда наверно вот совсем непросто поэтому я вот такой ответ даю но сейчас я так понимаю подвох будет в том что мне нужно тоже задать вопрос все верно теперь твой вопрос следующему гостю мой вопрос будет такой как часто вы возвращаетесь в моменты своего максимального счастья и насколько осознанно черпаете оттуда ресурс синий благодарю за эфир благодарю за приглашение благодарю за такую душевную нашу встречу это это очень все взаимно спасибо тебе большое сегодня мы познакомились с авторской книгой веры лихачевой счастье на завтрак терапия для души важно видеть дорогу счастья ощущать и и помнить о ней счастье где ты я здесь тихо отвечает счастье и ждет счастье умеет ждать а ты с вами была ксения шамова и вера лихачева в программе да да